У моей бабушки была такая пословица, вот когда она хотела там иронизировать, она говорила, наша песня Гарна Нова «Починаемый из нову», когда она иронизировала, что, дескать, никогда не было, и вот опять. Да, да, совершенно верно. Зачем, зачем сейчас там Ходорковскому, зачем Навальному из тюрьмы поддерживать Надеждина, ну, потому что понятно же, что это совсем не та фигура, которая, ну, там приведет, я не знаю, которая может победить, которая приведет к смещению Путина, которая даже к волнениям может привести. Хотя, действительно, там много людей выстраивались там вчера и позавчера на эти подписи. Ну, видите, раз у нас действительно ленинский день такой, у Ленина была статья 17-го года о компромиссе, очень полезная статья. Он там говорит, нам, большевикам, приписывают неспособность к компромиссу. Это очень лестно. Но мы тактики, и в ситуации, когда невозможна публичная борьба, мы используем любой шанс, чтобы заявить о себе. Да, мы идем на компромиссы, да, мы играем в легальность, да, в Третьей и Четвертой Думе у нас была легальная фракция. У нас не было другой возможности вести политическую борьбу. Сегодня единственная возможность вести политическую борьбу, нет, возможности две. Одна, это говорит последнее слово в судах. Российские суды превратились в политическую трибуну. Но, как вы понимаете, это действительно последнее слово. После этого человеку надолго затыкают рот. Есть другая возможность, есть крошечная щель, вот эти выборы, как учить на основании создавать режиму точки напряжения. Конечно, надежды на это непоследный борец. И я, честно говоря, за надеждой агитировать не буду, у меня к нему много вопросов. Но людей, которые идут там голосовать и которые записываются в его поддержку, я, безусловно, уважаю и, безусловно, приветствую хоть такую форму оппозиции. Понимаете, при выборе между Путиным, а выбора не будет, его не допустят никуда, мы все это понимаем. Но при выборе между Путиным и Надеждином, по-моему, все понятно. Понимаете? Хорошо, зайду тогда в этот вопрос с другой двери. Я, когда смотрю на американские выборы, я встал, поражаюсь. Почему и та, и другая страна за пять лет не подготовили другого преемника? Более молодого, более резвого, более, так сказать, ну, вы понимаете, более, более, более. Точно так же здесь, когда я смотрю, ведь Надеждин вообще человек не из этой корзины. Почему за столько лет не подготовили ряд людей, которые могли бы жестко сразиться вот с этим драконом? Где эти люди? Да подготовили этих людей, сидят все эти люди. Понимаете, Наташа, вы все думаете, что это шахматы, а это игра в Чапаева уже давно. Как не подготовили? Огромное количество людей, там, начиная с того же Карамурзы, продолжая Яшином, там есть совсем молодые политики. Это огромное количество народа. Другое дело, и вот здесь я должен, боюсь, открыть всем глаза на довольно неприятную истину. К сожалению, эти люди не заточены на парламентскую борьбу. Они понимают, что власть в России сменится не в результате выборов. В России ни для кого не тайна. Огромное количество людей, ведущих подпольную борьбу, распространяющих подпольно эти документы, огромное количество сетевых активистов. Почему не вырастили новых политических борцов? Потому что нет политической борьбы. Понимаете, я начинаю уже спрашивать, а почему, так сказать, в России не светет ананас, не растет ананас. Климат сейчас не тот, чтобы там рос ананас. Там нету абсолютно никаких предпосылок ни для парламентской борьбы, ни для президентских выборов. Там растят сейчас и растут там сейчас люди, которые нас заточены на уличную борьбу. Уличной борьбы у нас будет много. У нас после Путина будет серьезная смута, мы это знаем. Готовиться сейчас надо к тому, чтобы, а, уметь выживать практически в любых условиях. Многие тренируются для этой цели. Не надо думать, что в России тренируются в качалках только пацаны. Ну и второй, сейчас, конечно, закроют все качалки, но все ты не закроешь, понимаете, все под ковер не заметешь. В России 120 миллионов активного населения. И самое главное, что в России большинство людей готовится к баррикадам. Давайте не будем строить себе иллюзии, что судьба России будет решена на выборах или парламентским путем. Судьба России будет решаться на улицах. И абсолютно нет сейчас ни одного человека, это может быть грустно, это печально скорее, нет ни одного человека, который бы верил в пользу публичных протестов, подачи петиций. Этого нету. В России растет очень жесткое поколение. Я молюсь только об одном, что в это жесткое поколение, когда придет к власти, не запретило меня. Хватит мне уже запретов. Но то, что в России растут никоим образом не Плехановы, а новые Ленины, на этот счет никаких обольщений быть не должно. Ну, то есть, вы считаете, что когда вот начнется вся эта история с баррикадами и всем остальным, это все равно будет, ну, условное, говорю, да, октябрьское, социалистическое, а не капиталистическое? Ну, это может быть какое-то время февральское, когда эта власть пойдет. Но в России же, понимаете, майдан не русский жанр. Бархатные революции, мирные протесты, это жанр не наш. В России, как только открывается вот такая щелочка свободы, например, напечатали Гумилева. Все, а следующий, ступень, развал государства. Не надо, пожалуйста, слишком долго, когда слишком долго жмут все, когда зажимают любые формы активности, не надо надеяться, что свобода принесет смягчение нравов. И понимаете, очень многие люди, глядя на Россию извне, искренне надеются, что когда рухнет путинизм, путинизм настанет благотворение воздухов. Оно может на короткий момент настанет, как в феврале, но в феврале 17-го года, разумеется, но дальше будет июль, который привел фактически к двоевластию, к расстрелу, демонстрации, к массовым арестам. Временное правительство очень быстро понял, что управлять мягкой лапкой не получится. И, в общем, Корниловский мятеж был инспирирован Керенским. Это Керенский потом вильнул, так сказать, задом и хитро ушел, ретировался. А так-то это была общая идея. Он обещал поддержать это. В России будет долгий период неопределенности, потом смуты, потом осторожный, нерезкий, постепенный поворот к добру. Дай бог, если так. Но вот те, кто живет сейчас в России, я же связан с очень многими людьми. Это не повод для российских шпекинок читать мою почту, но они ведь и так ее читают. Мы в переписке со многими людьми, все эти люди, вся эта молодежь не питает никаких надежд на мирный исход российской ситуации. Они готовятся к жесткому силовому противостоянию. Мы не видим этих людей. Они хорошо законспирированы. Но когда настанет время, как предупреждал Гейдар Джамаль, они соткутся из тумана. Тим, а какое место займут в этом контексте такие люди, как Навальный, Яшин? Они будут керенскими? Ну, я говорю так вот сейчас. Сейчас в порядке безумия. Навальный и Яшин возглавят это сопротивление. Понимаете, Навальный и Яшин будут совсем не те, какими мы их видели. У Навального в лице давно появилось что-то стальное, еще задолго до ареста. Никаких компромиссов с Путиным у него не будет. Понимаете, те, кто сейчас сидит в тюрьмах, это тоже довольно серьезные гвардии. Ведь они, понимаете, что они делают, рубя свои сучья, что делает российская власть. Она сунула Навального, Яшин, Карамурзу в те места, где протест наиболее востребован, где лучшая почва. Никогда заключенные не были лояльны к власти. Поместить в заключение Навального, это значит поместить его в среду будущего беспощадного протеста. Когда эти люди выйдут на улицу, вспомните, что было в Кенгире. Понимаете, 40 дней Кенгире, служеницынская глава. Зэковское восстание подавить не так просто, этим людям нечего терять. Когда начнутся зэковские восстания в России, как начались они при Сталине в Инте, в Иркуте, вы тогда не удержите эту ситуацию, потому что первыми в России восстают те, у кого страха нет. А страха нет в России только у заключенных, потому что действительно дальше падать некуда, а не в аду. И, конечно, поместить Навального в эту среду значит дать ему миллионы без преувеличения сторонников. А сейчас в России сажают очень много. Чем больше вы сажаете, тем больше это зэковская армия, которая, в случае что, будет вас рвать зубами. Это совершенно бесспорно. Ну, раз мы сегодня вспоминаем так часто Ленина, скажу, что и Ленин, и многие его сотоварищи были бывшими заключенными. Они все имели опыт ссылок. И лично был этот опыт, а у Дзержинского этот опыт был преобладающий, именно Дзержинский был самым беспощадным палачом. Что там говорить? Я, знаете, что хочу спросить, можно вспоминать десятки фамилий. И вот эти люди потом бестрепетной рукой подписывали расстрельные списки, кого в расход, кого посадить, кого еще что-то. Ну, принесли довольно много горя. А что будет в этом контексте тогда с Навальным и с другими? Ну, я надеюсь, что найдется кому, по крайней мере, не толкать под руку, а может быть, и остановить. Я бы не хотел новой волны террора. Понимаете? Я бы не хотел бесконечно... Потому что тогда зачем, Тима? Тогда зачем все? Если это опять террор? Ну, знаете, у меня есть смутная надежда на то, что Навальный будет прислушиваться. Навальный же вообще все-таки в отличие от Ленина умеет и договариваться тоже. Это Ленин сплошная склока. Навальный умеет искать союзников. Я хотел бы надеяться. Но если нет, понимаете как, если новая волна террора, есть надежда определенная, слабая, робкая на то, что судьбу мира, в том числе будут решать не только в России. Я уверен, что Ходорковский, которому тоже очень есть за что мстить, окажется достаточно сдержанным и достаточно разумным лидером. Я надеюсь, что это будет как правильно тот же Ходорковский говорит. Все-таки вариант коллективного руководства. Нового Ленина не допустит никто. Но тут же, понимаете, Наташа, не будем прятаться от этого факта. Все зависит от того, как долго еще пробудет Путин. Если Путин пробудет еще одну каденцию, всю до конца, то спасать будет нечего. Все хорошее сгниет, а все плохое до предела озлобится. Это будет не та страна, которую можно реформировать. Еще 6 лет Путина, это гарантированный послепутинский террор. Но если обойдется, если как-то это закончится раньше, я же говорю, каждый день промедления его, это новое гниение и новые роковые последствия. Это будет рак, который уже нельзя иссечь. Это будет рак, который станет телом. Я помню, у меня в 12 лет, мы были умные дети, в 12 лет у меня с одним товарищем школьным был резкий разговор. Я сказал, все-таки этот рак можно иссечь. А тот сказал, этот рак давно заполнил все тело. Боюсь, этот пессимист был прав. В любом случае, если до конца, если до 30-го года в России что-то переменится, ее можно спасти. Если нет, я не представляю себе дальнейшего развития. В Довосе были какие-то разговоры, выступления по поводу каких-то бактерий, вирусов, которые принесут новую пандемию и так далее. Мне кажется, что эти X-бактерии условные, они уже давно есть. И начались они в России, потому что, когда лидер ЛДПР Слуцкий говорит, что он просит Ленина захоронить с его мамой, мне кажется, что это давно уже люди, зомби-люди или еще что-то. Нет, ну, Господи, Ленина хоронить, не хоронить, вечная российская мания копаться в прошлом, давайте пирамиды разрушим, это все глупо. Если говорить, вот это вы, конечно, здорово поставили вопрос насчет новой пандемии, но черный лебедь может прилететь откуда угодно. Эти случаи я не рассматриваю. По большому счету новая пандемия может быть просто добила бы человечество, как они предполагают, и решила бы сразу все проблемы. Очень может быть. Но я такого решения все-таки не хотел бы, честно вам сказать, да? Скажу вам больше, если бы российские нынешние власти в полном составе померли от пандемии или своей смертью, мне тоже это казалось бы неправильным. А смерть или вирус это не те враги, которые должны убивать. Я бы хотел, чтобы они дожили в полном здравии до большого международного суда. Я тоже. Знаете, я все время вспоминаю, по-моему, Шаинский рассказал, как он был маленький, и мы видим, как вишали нацистских преступников, и что-то там рассказывал про дорогие туфли, которые слетели с одного из них. И вот мне этот образ дорогой туфли не дает покоя. Вот мне бы хотелось, я почему-то все время вижу, когда там бомбят, когда опять дети умирают, я все время вижу вот эту дорогую туфлю, которая слетает с ноги Путина. Нет, ну расправы, конечно, очень хотелось бы, понимаете, но главная сущность... Хотя мне вообще это не свойственно, но вот почему-то в данном случае... Нет, понимаете, это естественное желание, сущность... Я тоже хочу услышать «Лебединое озеро», но ведь, понимаете, сущность Нюрнбергского трибунала была не в том, что их повесили. Сущность была в том, что человечеству поставили диагноз. Этот международный трибунал нужен как установление некоторых правовых норм. Он нужен, чтобы заклеймить нацизм в любых его проявлениях, чтобы заклеймить авторитаризм и чтобы разобраться с той национальной идеей дьявольской, которую продвигает сегодня Путина. А что с ними будет после этого, не важно. Я готов, честно говоря, из своих налогов оплачивать их пожизненное идиотическое питание. Важно, чтобы был международный суд, который назовет ВИЧ своими именами. Он будет... Вопрос, где он будет происходить? Я думаю, не в Москве, а в Гаге или в Киеве это отдельная тема. Мне бы хотелось, чтобы в Киеве. И мне бы хотелось, чтобы в Киеве. Не буду говорить... Нам бы как журналистам этого хотелось бы. Мы могли бы неплохие репортажи оттуда написать. Понимаете? Нюрнбергский дневник Полевого. Одна из самых полезных книг, изданных в России. Да, это вообще, ну, банально зла, тоже страшная книга, которая... Банально зла, репортаж об Эйхмане, тоже очень полезная книга. Но, понимаете, процесс над Эйхманом во всем мире не вызвал должного резонанса. Он был старик. И он все время доказывал, что он был подневолен. А эти, память о них была свежа. И я думаю, и они были в расцвете сил. Я думаю, что Нюрнбергский процесс, между нами говоря, это лучший процесс в истории 20 века. В 21-м мы можем повторить. Лучше, потому что было еще очень больно. У меня есть своя догадка, своя теория, что говорили, что фашизм больше невозможен, а он опять возродился, потому что время, видимо, дает какую-то анестезию. Это, знаете, как вот начинают таять льды, и новая бактерия опять приходит, которым... Даже дело не в вакцине. Это, понимаете, сказал Миша Успенский, великий мой друг, фашизм – нормальное состояние человечества. Это заложено в человеческой природе. Для того, чтобы этого не допустить, с этим надо бороться. А чтобы это разрешить, надо просто этому попустительствовать, где-то захватывает человека поразительно легко. Надо просто насаждать вместо него хотя бы минимальную культуру, хотя бы какие-то знания, потому что сомневаться способен только человек, что-то знающий. Дайте людям задания, кроме самоистребления, дайте им занятия более интересные, чем публичные казни или война, и они предадутся освоению космоса. Если нет, они будут заниматься самоедетством. К этому все шло последние 40 лет в условиях чудовищной интеллектуальной деградации и в России, и вокруг. Больше мы этого не допустим. Не спи, не спи, художник, не разрешай людям становиться скатами. Вот это и есть наша главная программа. А ведь многие люди, которые вернулись с войны, тоже думали, что они не допустят больше этого. А, в общем-то... Они не допускали. Мария Розова прекрасно сказала, пока миром руководили люди с боевым опытом, они не допускали повторения. Что Исенхауэр, что Кеннеди, что Хрущев, что Брежнев имели опыт войны. Они никогда не позволяли себе сказать, можем повторить и на Берлин. Как только пришли люди, у которых нет этой памяти, всё. Поэтому я полагаю, что 21 век... Я не думаю, что он решит все проблемы, но 21 век хотя бы некоторые вещи прихлопнет. Понимаете, ведь Господь действительно не просто так это попустил. Он это попустил для того, чтобы ссылаться на идеи Ивана Ильина, скажем, стало во всём мире преступно. Поэтому, когда сейчас в Италии реабилитировали римское приветствие, это, мне кажется, такой глупостью чудовищной, да? Ну, я думаю, что те люди, которые это сделали, успеют при своей жизни раскаются очень горько. Ну да, Европа же находится в большой опасности. Ну, не будем этого скрывать. Опасность эта живёт в Европе, она не внешняя, но если в Европе появляются и действуют, правда, на путинские деньги такие партии, как альтернатива для Германии, это показывает, что люди кое-что позабыли. Прав ли они, Термольник, в своём интервью? Очень многие вещи забыты. Это совершенно очевидно. Другое дело, что они забыты, прежде всего, в России или её сторонниками в мире. Но то, что зигующие или позирующие в виде фюрера или повторяющие лозунги о чистоте нации и о вреде миграции, то, что эти люди терпимы в приличном обществе, да, это большое нарушение. Думаю, что когда вскроются факты финансирования этих сил российскими политиками и пророссийскими, я думаю, мир посмотрит на это чуть иначе. Чуть иначе. Да, я думаю, что сегодня у разведок всего мира есть возможность скрыть эти... Именно вскрыть все эти гнойники. И слава тебе, Господь. Пора уже. Довольно мы их скрывали. Давайте их вскрывать. Тем более, что тут, понимаете же, в чём преимущество? Эти люди очень отважно саморазволочаются. Господь попустил им действовать именно для того, чтобы они всё сами рассказали о себе. Я категорически против того, чтобы запрещать в будущем сочинение нынешних зэд-идеологов. Их надо в школах проходить. А самих этих зэд-идеологов публично людям показывать, чтобы они объясняли, как они дошли до жизни такой. Мы наслушаемся их исповеди. Это будет очень приятно. Замечательная сегодня точка для нашего интервью. Я... Спасибо, Наташа. Держитесь, не забывайте и помните, что я всегда с вами. Скоро приеду. Спасибо большое. Буду очень рада. Пока, до скорого. Рада встречи. До свидания. До скорого.